Здравствуйте, 1-36 вызывал. Да, представьтесь, пожалуйста. Ктава, 1-1 с пассажирами, поехал. Солнце в зените, а водитель Александр уже и со счета сбился, какого клиента по счету везет сегодня. Уже и футбольный матч обсудили, и выяснили, как на семейном фронте, и как погода сказалась на работоспособности. Бывает даже не успеешь, как говорится, и рота раскрыть, клиент уже сам тебе начинает рассказывать, что вот куда он едет, к родным, близким, день рождения и так далее. Такому терпению любой психолог позавидует. Садясь в такси, почти любой пассажир от расфуфыренной дамочки до солидного бизнесмена готов выложить водителю все, как на духу. И ты должен все к этому прислушаться, понять человека, может что-то посоветовать. Иногда и сам поплачешься, грубо говоря. В эту нелегкую профессию Александр пришел 17 лет назад. Из-за травмы пришлось отказаться от спортивных достижений в футболе и перестроиться на спортивный интерес. Не опаздывать клиентам и всегда оставлять хорошее впечатление. На диспетчер очень многое зависит, потому что она должна знать город хорошо, чтобы назначить машину, которая быстро подъедет. Особенно приятно шиком подвезти пассажира, который больше 10 лет пользуется услугами одной и той же фирмы. Да, есть, потому что за столько лет, когда же бывает подъедешь, приятно слушать, говорит, ой, это вы приехали, значит день удастся. Он проедет завтра, послезавтра и так далее. Ему приятно, что в час пик приезжаешь. Александру нравится просыпаться вместе с родным городом, Юрка проезжать по знакомым улочкам и показывать достопримечательности приезжим. Такого из окна междугороднего автобуса, который он водил около 7 лет, не увидишь. Каждый день новые люди и свежие впечатления. Я даже вижу, подъезжая к остановке, если люди, я уже вижу, где мы пассажиры. Можно сказать, чувствую его нутром. А вот клиенты попадаются разные, и ладно бы только под градусом. Бывали в жизни таксистов случаи, после которых водители просто меняли работу, говорит Александр. Здесь человеческий фактор на первом месте. Сегодня с попутчиками снова повезло. До свидания, всего хорошего. Полный бак бензина, хорошее настроение и рация на случай, если придется, выручать коллегу. Вот и все главные инструменты таксиста. И жены давно привыкли спокойно относиться даже к красивым пассажиркам. Такая работа. И мы желаем, чтобы люди, которые ее выбрали, не разочаровывались в своих клиентах.